Привет, капитаны! В эфире FW-Channel, канал, где изучают корабли. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы членов. Старушки Венеции выдали новую уникальную модернизацию, с которой это стал действительно другой новый корабль с изменившимся геймплеем. Я не большой фанат Венеции, но поиграв на ней с этой уникалкой, как-то даже зафанател, в том числе и от реально новых ощущений, которых раньше на Венеции не испытывал. То есть у меня возникало стопроцентное ощущение нового корабля, как будто ввели новую десятку за какой-то ресурс. В данном случае за это чудо нужно отдать 19200 очков исследования, что не требует денег, то есть является по факту бесплатным. Да и собрать столько очков исследования не сложно при желании. Вопрос в том, стоит ли. И как раз в этом сейчас разберемся. Вообще не всякая уникальная модернизация меняет геймплей корабля, даже если является полезной. Например уникалка на Ямато. Корабль станет едва заметно точнее, еще попробуй это ощути, а так по сути тот же корабль. Или уникалка на Москву. Та же история. Или вот совсем недавно вышедшая одновременно с уникалкой на Венецию модернизация на Халланд, которая слегка изменяет параметры корабля, но никак не меняет его геймплей. Халланд с этой новой уникалкой мы тоже скоро разберем. Интересно, что изначально я думал, что модернизация на Халланд будет из серии почти мастхэв, а на Венецию такой себе. На практике же оказалось все наоборот. На Халланд влияние уникалки спорное в плане улучшения эффективности игры, и геймплей не меняется вообще. А вот Венеция получает реально другой геймплей, на мой взгляд более интересный и агрессивный. Насчет того, возрастает ли эффективность корабля – вопрос спорный. Многое зависит от ситуации и игрока. Возможно, для рангов эта уникалка зайдет не очень. Она больше для удовольствия в рандоме, где заходит просто отлично и дарит приятные ощущения. Все дело в том, что уникалка, во-первых, увеличивает количество снаряжения дымогенератор полного хода аж на 2 единицы. А ты не такой уже бесполезный. Постановка дымов завершена. Без модернизации с перком суперинтендант у нас будет 3 дыма полного хода на бой. С модернизацией уже 5. Разница, безусловно, очень даже ощутима. Но более того, эта модернизация сокращает время перезарядки дымов полного хода аж на 55%. То есть без нее у вас дымы будут перезаряжаться 171 секунду, а с ней 77 секунд. То есть в абсолютных величинах разница 94 секунды. Полторы минуты. Что для активной стадии боя очень много. Ведь у нас большинство боев сегодня хорошо, если имеют активную фазу минут 5-7. Ведь сперва несколько минут нудноватое сближение. Потом пока еще тебе кого-нибудь засветят. А в конце боя часто бывает, когда стрелять уже не по кому. Ведь вражеские недобитки где-то ныкаются в другом углу карты. А еще ведь и тульба боев стало много. Так что собственно на то, чтобы активно пострелять, если пришлось 5-7 минут боя, это уже хорошо. Поэтому у Венеции без уникальной модернизации дымы полного хода являются скорее приятным дополнением, чем какой-то основной фишкой. Их бережешь для важных моментов. Они долго перезаряжаются. А при частом использовании их не хватает. А дымы-то очень крутые. Полного хода. То есть не нужно даже скорость снижать. Жмешь кнопку и ты в дымах. Редкая и крутая штучка. Хорошо, но мало. И вот Венеция с уникальной модернизацией делает так, чтобы было хорошо и много. 5 дымов с возможностью находиться в каждых из них 61 секунду. Это если с флажком и перком. Это по сути выходит 5 минут геймплея в дымах. Причем активного, а не такого, как у других, дымных крейсерах, когда ты в дымах либо стоишь и пилкаешь, либо медленно елозишь туда-сюда. На Венеции же ты можешь гонять в дымах со скоростью 38 узлов. А с перком неравный бой так и вовсе за 40. И так 5 минут боя в сумме. Это очень много. Между дымами проходит 67 секунд, что довольно быстро. Поэтому по ощущениям ты активно поиграл в одних дымах, чуть подождал, и у тебя уже готовы другие. То есть ты реально играешь от дымов, делая их основной фишкой геймплея корабля. Одни дымы заканчиваются, и ты уже планируешь следующие, глядя на таймер их перезарядки. Строишь свою тактику игры, исходя из того, что у тебя снова скоро будут новые дымы. А значит, можно играть активнее, подходить к целям ближе, понимая, что затем в дымах ты сможешь безопасно развернуться и уйти от фокуса. Ну или спикировать на цель. Это реально весело. Венеция, конечно, тоже так может, но у нее гораздо меньше дымов, и они долго перезаряжаются для того, чтобы строить свой геймплей от них. Платой за такое великолепие выступает маскировка, так как модернизация ставится в пятый слот вместо маскировки. Без уникалки инвиз Венеции в полной прокачке 12,4, а с ней 13,7 километра. На первый взгляд может показаться, что это значительная разница. Однако на практике 12,4 не такая уж и хорошая маскировка, а 13,7 не такая уж и плохая. Геймплейно разница между ними небольшая, хоть в абсолютных величинах и составляет 1300 метров. Например, если Минотавру накинуть 1300 метров за света, то его геймплей изменится радикально. Он не сможет кидать торпеды из инвиза. Не сможет удобно светить и смуфы RLS. Если раньше он пересвечивал практически все крейсеры, то теперь его уже будет пересвечивать немалое их количество. То есть разница 1300 метров для него критическая и меняющая все. Для Венеции же разница в маскировке 1300 метров мало чего меняют. Тем более, что дымов у нас становится гораздо больше. Применяем мы их ощутимо чаще и поэтому разница в маскировке сглаживается. Конечно, для рангов или клановых боев, возможно, такая разница в маскировке может сказаться на снижении эффективности Венеции. Поэтому я и говорил в начале видео, что в ранге уникалка может не зайти. Но в рандоме ухудшение маскировки почти не ощущается с учетом увеличения возможности дымов. Ты играешь активнее и интереснее. Я пока катнул несколько боев с новой уникалкой. На фоне показываю тот, который длился реально долго и я использовал все дымы. Можно посмотреть, сколько времени я был в них и что это было реально частью геймплея. Это бои на пресс-эккаунте. Но себе я тоже буду брать эту уникалку, так как Венеция с ней реально понравилась и привнесла прелесть новизны и свежие ощущения. Наверное, будет излишне говорить, что чем брать какой-нибудь скучный, унылый Севастополь аж за 58 тысяч очков исследования, я лучше возьму новую Венецию за 19200. В разы интереснее и эффективнее. Сборку я в итоге применял следующую. То есть все-таки без перка на дальность и без перка на улучшение корректировщика. Хотя пробовал и с ним. В общем, такой кораблик рекомендую. Ведь сочетание долгого времени нахождения в дымах с активным динамичным геймплеем на крейсерах такого еще не было. На итальянских эсминцах есть, но там орудия совсем слабые и кораблики хиленькие и вообще это эсминцы. А тут целый крейсер с мощнейшими орудиями на полу бронебойных снарядах. Одним словом, кайф. Пробуйте и да пребудет с нами сила. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджелл. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Сирены. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Командир, ваш стол поджег мачку. Треугольник противника ликвидирован. Треугольник противника ликвидирован. Суперджелл Субтитры создавал DimaTorzok Обнаружим вражеский линкор Добавил субтитры DimaTorzok 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 Команда противника получила преимущество Начинаем постановку дымов Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Остановка дымов завершена Добавил субтитры DimaTorzok 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 Быстро набираем воду Добавил субтитры DimaTorzok 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 5 минут до конца боя. 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 5 минут до конца боя.